Вода всегда таит опасности, не избежать их и в зимний период. Любители рыбалки не боятся заморозков, зато часто забывают о технике безопасности. Старший государственный инспектор ГИМС Игорь Самойленко напомнил, как избежать несчастных случаев на воде. В первую очередь опасно стоит первый и ещё не окрепший лёд. Те, кто спешит выйти на хрупкую поверхность, неминуемо уходят под воду. «Минимальная толщина льда для одиночного нахождения на водоёме – это не менее 10 см. Для группового нахождения – это не менее 15 см. Признаки безопасного льда. Прежде всего, лёд должен быть белого цвета и прозрачным, не содержать никакой растительности». Сотрудники ГИМС регулярно замеряют прочность ледового покрытия. Актуальная информация находится в открытом доступе на официальном сайте Главного управления МЧС России по Смоленской области. Но и это не гарантирует абсолютной безопасности. «Нужно помнить о том, что утром температура окружающего воздуха и толщина льда одна, а к обеду она уже совершенно другая. Те водоёмы, которые содержат течение, они также влияют на толщину льда». Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Поэтому, если всё же вы оказались под водой, нужно знать, как правильно действовать. «Нужно постараться, вращаясь в полынье, определить то место, где лёд наиболее крепкий, и с помощью даже простых приспособлений выбраться на лёд, откатиться от полыньи и ползком пробираться к месту выхода на лёд». Жертвами становятся и те, кто, пренебрегая техникой безопасности, оставаясь у воды на ночь. Это связано с неправильным использованием керосиновых и газовых обогревателей палатки. Спасатели призывают использовать современные и безопасные обогревающие средства. «Существует очень много способов для этого. Это и утеплённые палатки, утеплённое бельё, а также приборы, которые греют палатку, при этом выхлопные газы находятся снаружи». Игорь Самойленко также обратился к судоводителям с напоминанием о грядущих обновлениях правил регистрации маломерных судов. В новом порядке будет проходить и аттестация судоводителей. Изменения вступят в силу 1 марта следующего года. «По всем вопросам, связанным с государственной услугой по аттестации судоводителей, регистрации маломерных судов, а также по техническому освидетельствованию маломерных судов, просьба обращаться по телефону в городе Смоленске 31 10 90».